Полная финансовая ответственность за проведенные сделки с недвижимостью. Жилфонд. Здравствуйте, в эфире Квадратура. Любая операция с недвижимостью сопряжена с волнениями, и далеко не всегда эти волнения беспочвены. Большие суммы, фигурирующие в сделках, и сложные документы оборот, делают рынок недвижимости притягательным для мошенников. Существует ли механизм, позволяющий гарантированно избежать обмана? Об этом в нашей сегодняшней программе. Надежным фильтром на пути мошенников становится прохождение документов через органы юстиции. Ведь именно здесь тщательным образом отслеживается история появления каждой бумажки. Подделки документов, как правило, обнаруживаются в ходе проведения правовой экспертизы. Само по себе наличие или сомнение в подлинности документа заставляет нас анализировать этот документ и направлять запросы в соответствующие органы. Если мы обнаруживаем, что данный документ не выдавался, то есть он является поддельным, это может быть паспорт БТИ, кадастровый паспорт БТИ, это может быть какого-то рода справка, то тогда, соответственно, регистрация приостанавливается и материалы передаются в правоохранительные органы, с которыми мы тесно сотрудничаем по данному вопросу. В дальнейшей раскруткой и пресечением мошеннических схем занимаются сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Количество способов мошенничества распространено, и все их, к сожалению, мы перечислить не сможем. Но если перечислять основные схемы, то это может быть использование поддельных документов о праве собственности на объекты недвижимости, либо, значит, скажем так, просто завладевание деньгами, используя, скажем так, доверие потерпевшего о продаже каких-то ему объектов недвижимости, значит, либо использование ложной информации о сдаче недвижимости в аренду. К сожалению, перспектива судебного наказания не всегда является сдерживающим фактором для желающих заработать незаконным способом. И добропорядочные граждане нет-нет, да и попадаются в ловушку мошенников. Вот свежий пример. Это земельный участок на улице Григоровича в Зайльцовском районе. Три года назад его приобрела семья Клары Кутыкужановой за 625 тысяч рублей. При оформлении сделки специалисты агентства недвижимости, через которое приобретался участок, отработали все безупречно. Документы на участок дважды проходили все государственные инстанции еще до сделки, и поэтому не вызвали никаких подозрений у экспертов. Сделка была проведена, право собственности получено, но через год новоиспеченные хозяева земли получили повестку в суд, где выяснилось, что участок им не принадлежит. Получив повестку, мы были в шоке. Всегда думаешь о том, что такая ситуация может случиться с кем угодно, но только не с тобой. Тем более, что сами получили документы из юстиции на право собственности, и где это видно, чтобы документы, дважды прошедшие государственные службы, были недействительными. Ну, в общем, мы впали в отчаяние и обратились в агентство недвижимости, специалисты, которые оформляли эту сделку. В ходе следствия выяснилось, что преступная схема, в которую угодили покупатели, берет свое начало в смутные времена середины 90-х. Именно тогда были легализованы поддельные документы, а сегодня перед семьей замаячила перспектива длительных судебных разбирательств с разрешением ситуации в неопределенном будущем. А где жить все это время? Но семье Клары Кутукужановой повезло. Дело в том, что они приобретали участок через агентство недвижимости, которое гарантирует безопасность всех сделок. И, как оказалось, слово свое держит. Действительно, в городе есть агентство недвижимости, которое объявляет, что выплачивает своим клиентам. К сожалению, не всем таким громким заявлением можно прислушиваться. Доверие вызывают лишь те агентства, у кого есть по служном списке факты реальных выплат, причем в полном объеме. Такие агентства недвижимости настолько дорожат своей репутацией, что не будут пытаться уйти от ответственности, стремясь к сиюминутной экономии. Приходится признать, что на сегодняшний день даже при добросовестном выполнении своих обязанностей всеми ответственными инстанциями существует вероятность того, что сделка будет признана недействительной. При таком драматическом повороте крайне важно наличие гаранта, способного компенсировать ущерб потерпевшей стороне. Таким гарантом является надежное агентство недвижимости, способное не только грамотно проводить любые операции, но и обеспечить безопасность своих клиентов даже в форс-мажорных обстоятельствах. Выбор за вами! Семья Клары Кутыкужановой, ставшая жертвой мошенничества, на личном опыте убедилась, что в Новосибирске есть агентство недвижимости, которому можно полностью доверять. Жилфонд возместил потерпевшим 100% ущерба в течение двух недель и взял на себя все судебные разбирательства. И это уже второе подтверждение гарантий Жилфонда. СТОПРОЦЕНТНАЯ ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ СДЕЛАК ЖИЛФОНД